Заборная идет совершенно не в том направлении, которое согласовано с проектом. Мы в ближайшее время вновь соберемся, договорились, что выйдем на место. Ваш депутат Наталья Михайловна Рослякова, которая как раз представляет этот округ в городской думе, держит под персональным контролем и в ежедневном режиме информирует меня о той ситуации, как разворачиваться на вашем микрорайоне. Мы продолжаем наш разговор. Я подчеркиваю, что вопросы будем чуть-чуть позднее принимать. Когда бюджет принимался, а это все равно происходит все-таки чуть-чуть до того, как год наступает, не было известно, что произойдет с ИПшниками. Сейчас просто сотнями по России, это десятки тысяч, сотни тысяч ИПшников закрываются, и, конечно, брешь в бюджете неизбежна. Мы это почувствовали уже или пока нет? И вообще, есть ли какой-то способ это дело как-то прикрыть финансовое время? Могу сказать, да, что за последнее время в Перми закрылось около 10% индивидуальных предпринимателей. Безусловно, это нехорошая тенденция. Не знаю, может быть, кто-то вчера в новостях смотрел обращение, разговор президента. В.Путин поставил задачу в ближайшее время провести полноценный анализ и подготовить ему конкретные предложения по ликвидации этой социальной напряженности, которая возникла с закрытием индивидуальных предпринимателей. Ведь на самом деле это, по сути, люди, которые уходят в тень. То, чего мы добивались в течение последних лет, именно доверие власти, доверие к бизнесу, сегодня так может легко быть нарушено. И когда сегодня социальный налог 17 тысяч поднимается до 34, но я считаю, что, конечно, это несправедливо. Ну, просто считали, что будет поступление в бюджет в два раза больше, а оказалось, что получается меньше, чем было. Нина Константиновна, ну, добрый вечер. Ладно, принимаем вопрос. Нина Константиновна, слушаем вас. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Как будет решаться и когда будет решаться вопрос по расселению ветхого жилья, в частности, по лебедеву 14? Большой ажиотаж был в средствах массовой информации. Сейчас все замокло и никаких от кого результатов не можем добиться. Нина Константиновна, спасибо за вопрос. Я просто очень бы хотела, чтобы наш разговор, в частности, сегодня не уходил. Но уж, коль приняли, ответим. Я думаю, что тема эта действительно сегодня очень важна. В городе не первый год действует программа по расселению ветхого и аварийного жилья. К сожалению, необходимых денежных средств, чтобы полностью решить эту проблему для Перми, у нас недостаточно. Могу сказать, что, чтобы в целом решить этот вопрос по расселению ветхого и аварийного жилья, нам необходимо порядка 20 миллиардов рублей. Сегодня мы активно ведем переговоры с правительством Пермского края на возможность получения бюджетного кредита как раз под это направление. В городском бюджете средства заложены. Думаю, что в ближайшее время определенные шаги в этом направлении будут сделаны. Но могу сказать, что по индустриальному району из 27 аварийных домов в этом году будет расселено 7. Ну, то есть это 30 процентов, это, в общем, довольно серьезный процент. Теперь давайте по поводу маминого выбора. На выплаты семьям с детьми от полутора до пяти лет в 2013 году заложено 1 миллиард 764 миллиона 162 тысячи 900 рублей. В 2014-2015 годах примерно такие же суммы. Одно время очень активно обсуждался вопрос, что мамин выбор будет закрыт, потому что необходимо строить детские сады. И вроде бы это разумно, но те люди, которые оказались маленькими детьми на руках, они никак не хотят с этим согласиться, потому что пока построен будет детский сад, куда деть ребенка и как с ним сидеть дома. Вот что вы по этому поводу можете пояснить? Действительно, цифра достаточно серьезная для бюджета. Это почти 10 процентов расходной части бюджета. Параллельно мы взяли на себя дополнительные обязательства по строительству новых 10 детских садов на 3 года. В ближайшее время 27 детских садов также в 3 года мы планируем капитально отремонтировать, реконструировать. По сути говоря, конечно, мы не сможем в полном объеме закрыть эту проблему, но я думаю, что не заниматься этим вопросом, конечно же, нельзя. Это тут получается как два взаимосообщающихся сосуда. Чем больше детских садов, тем меньше напряженности в этом направлении. При этом мы объективно радуемся, что у нас идет увеличение рождаемости в Перми. Я совсем недавно был на объекте в индустриальном районе, где готовится к сдаче детский сад на 260 мест. В микрооргоне Пролетарский заложен новый детский сад, и до конца года он тоже будет сдан. Я думаю, что эту программу будем держать под личным контролем и депутатского корпуса. И лично я. Сейчас у нас не так много времени, но постараемся покороче отвечать. Не дали, как вчера, прошло очередное заседание Городской думы. Какие наиболее важные темы там обсуждались? Традиционно в это время мы слушали отчет прокурора города Перми о состоянии законности в муниципалитете. Одновременно был заслужен и отчет председателя контрольно-счетной палаты по итогам 2012 года. Было сказано, конечно, много важной и знаковой информации, в том числе и о определенных нарушениях бюджетном законодательстве, которые были допущены администрации. Я считаю, что необходимо очень плотно сегодня поработать над подготовкой концепции долгосрочных целевых программ. Не случайно в прошлом году, наверное, если вы следили, мы очень долго рассматривали представленную администрацией концепцию программы развития физической культуры и спорта на ближайшие три года. Мы не приняли концепцию программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Отклонили концепцию программы профилактики суицидов. Я думаю, что если администрация будет более тщательно готовить эти важнейшие, по сути, концептуальные документы, определяющие политику города Перми, то и претензии со стороны контрольно-счетной палаты будут меньше. Игорь Вячеславович, вы мне просто объясните. Смотрите, замечательные есть концепции программы. Денег, как выясняется в бюджете, достаточно, они распределены. Но почему же тогда буксуют такие важные направления? Я думаю, что здесь несколько причин. Конечно, очень важно грамотно и четко составлять непосредственно сам проект бюджета и его исполнять. Я могу сказать, что по прошлому году администрация только 10 раз выходила с поправками в важнейший городской финансовый документ. Наверное, это говорит о точно неправильном планировании и подготовке первичных документов. Второй, на мой взгляд, причиной может являться и нарушение срока проведения конкурсных процедур и подготовки конкурсной документации. Ну так, например, по прошлому году основная доля проведения конкурсов пришлось на четвертый квартал года. Это вообще недопустимо, конечно. Я считаю, что принципиально недопустимо. Неслучайно и в январе на заседании Думы, когда мы слушали информацию о исполнении муниципального заказа, мы указали администрации на необходимость, во-первых, предоставления четкого плана проведения конкурсных процедур на 2013 год и его жесткого соблюдения. Я убежден, что большинство конкурсов должно пройти в первом полугодии, когда нормальные погодные условия, когда есть четкий временной запас и провести их качественные сроки. Я уж не говорю про дороги, когда в четвертом квартале бесполезно выделять деньги, потому что погодные условия у нас для этого просто не подходят, чтобы ремонтировать в это время. Абсолютно право. Вот смотрите, контрольно-счетная палата делает выводы, мы знакомимся с ними в средствах массовой информации и видим, что есть нарушения финансовые в том числе, злоупотребление своим положением, нецелевая трата бюджетных средств. И тем не менее, как будто бы, ну, так пожурили, что называется, по-отечески, и все. Мы, конечно, не кровожадные, но очень хочется каких-то конкретных вещей. Но человек виноват, значит, он должен ответить. Администрация, это, конечно, нужно понимать, что четко полномочия исполнительной власти. Мы, депутаты Городского Думы, можем указывать на определенные проблемы и несоответствие чиновника занимаемой должность, что и произошло, на самом деле, на вчерашнем заседании Городской Думы, когда депутаты проголосовали за необходимость уволнения руководителя Департамента дороги и транспорта, господина Гвоздева. Просто могу вам напомнить, что в начале прошлого года, когда мы рассматривали вопрос, связанный с содержанием уличной дорожной сети в зимний-весенний период, глава администрации уволил своего заместителя, господина Заварзина, и двух работников управления внешнего благоустройства. Я думаю, что есть механизмы, в том числе и со стороны депутатского корпуса, так или иначе влиять на процессы кадровой политики. Игорь Вячеславович, вот так получается, что только замахнулись на разговор, а время уже заканчивается. Давайте просто договариваться встречаться по более узким каким-то вопросам, чтобы мы могли с вами проговорить более четко и могли ответить нашим телезрителям на вопросы, потому что сегодня вот так получилось. Ну, извините, бывает так. Спасибо большое, это был прямой эфир. Игорь Вячеславович Сапко был с нами. Всего доброго. Одежда для ведущей предоставлена салоном женской одежды BGN, ТРК, Колизей Синева. Субтитры подогнал «Симон»!